Привет! Сегодня по просьбе космического бублика мы рисуем Апоссума. Апоссум. Я, честно говоря, не уверена, что вообще когда-нибудь в жизни видела Апоссума, но нарисовать, наверное, смогу. Посмотрела я картинки, и первое, что я вижу, это что у него такой большой колый розовый нос. Рисовать я его буду не фломастером, а мягким простым карандашом. Сейчас объясню почему. Потому что в Апоссуме заметная самая вещь – это его изменение цвета. Смотрите, вот такая острая вытянутая морда и такие острые черные уши. А сам он серый, а лапы у него снова черные. И что мы знаем про Апоссумов? Я не знаю почти ничего. Внезапно знаю, что они очень наглые. А, и что они притворяются мертвыми, я знаю, при виде опасности. И мне кажется, это очень интересная стратегия. Я, честно говоря, делаю что-то в этом роде всегда. А еще, ну вот они такие серые, у них черные лапы, белая морда, черные уши и такие заметные черные глаза. И хвост, как у крысы, голый. Но если крысиный хвост, он такой скорее просто, ну просто там так болтается, то у Апоссума хвост может закручиваться в разные стороны. Сейчас я его подвину. Например, вот так. Вот у него есть какой-то объем. И я думаю, что вы не ошибетесь, если ему этот хвост закрутите как угодно. Вот так, и вот так, можно как хотите. Сейчас попробуем нарисовать этого Апоссума еще раз. И что еще интересно про Апоссумов, это что они носят своих детей на спине. Так что вы смело можете нарисовать несколько маленьких Апоссумчиков у него вот тут на спине. То есть белыми мордами, черными ушами и черными глазами. Как они здесь уцепляются? Уцепляются хвостами, уцепляются лапами и в общем гроздьями висят на своей маме. Да, что еще мы знаем про Апоссумов? Что Апоссумы очень решительные. И вороватые. И вы можете это показать эмоциями у него на морде. Вы можете ему сделать такой решительный вид. Или вы можете ему сделать такой... Сейчас попробуем. Такой, например, скептический вид. И в общем, мне кажется, что это животное с сильным характером. Можете это попробовать у него на морде показать. Нарисую Апоссуму еще раз. У меня был слишком мягкий карандаш и все у меня... Весь листик запачкался. Вот, фломастером попробую. Еще раз. Значит, морда треугольная. Уши черные. Нос. Я его забыла. Черные лапы. И такой очень нужен ему бодрый вид. И хвост. И хвост вот такой. Вот. И на спине можно нарисовать по-прежнему малышей. А можно не рисовать. Как хотите. Вот. То, что у него черное. Вот то, что у него белое. Вот то, что у него серое. Такой он красивый градиент у него переходит. И розовый нос. Увы, не знаю, есть ли у меня тут рядом розовый карандаш. Или фломастер. Сейчас гляну. Есть. Но слишком яркий. Все-таки можно попробовать. Вот такой он Апоссум. Все. Нарисовали Апоссума.